Люди пытались достичь Марса с начала 60-х годов, используя всегда одну и ту же возможность, которая открывается один раз каждые два года, тогда, когда наших два мира максимально сближаются друг с другом. Всем привет, с вами Фенимор. Первые попытки Советского Союза долететь до Марса были неудачны. В 1960 году Марсник-1 и Марсник-2, и трижды в 1962 году со спутниками Спутник-22, Марс-1 и Спутник-24. Все попытки провалились. Соединенные Штаты сделали свою первую попытку полететь к Красной планете в ноябре 1964 года. Первая миссия Маринер-3 потерпела неудачу, когда кожух отказался срабатывать после запуска. На второй Маринер-4 имел успех, он вернул 21 фотографию с Марса, мимо которого он пролетел в июле 1965 года. Снимки были плохого качества, но они показали, что на Марсе были кратеры, точно такие же, как и на Луне. Зонд-2 также был запущен в ноябре 1964 года и пролетел мимо Марса в августе следующего года, но его радиосвязь вышла из строя и на Землю не было отправлено никаких данных. Американские корабли Маринер-6 и Маринер-7 успешно облетели Марс в феврале и марте 1969 года, отправив по радио новые фотографии. Но два года спустя Маринер-8, который был разработан для орбиты Марса, потерпел неудачу во время запуска в мае. В том же месяце российский зонд Космос-419, который должен был приземлиться на Марсе, не продвинулся дальше околоземной орбиты. Еще две советские миссии Марс-2 и Марс-3 достигли Красной планеты в ноябре и декабре 1971 года. Марс-2 орбитальный аппарат посадочный модуль отправил обратно, очень мало данных. Посадочный модуль потерпел крушение на Марсе. Его космический корабль-близнец Марс-3 совершил первую успешную мягкую посадку на Марс с использованием ретроракет и парашютов. Но инструменты перестали работать всего через 20 секунд. В 1971 году США добилась большого успеха с запуском Маринер-9. Зонд вышел на орбиту вокруг Марса и с ноября того же года по октябрь 1972 года вернул 7329 фотографий в рамках первого глобального картирования поверхности планеты. 4 советских зонда были запущены в июле и августе 1973 года. Марс-4 не вышел на орбиту и пролетел мимо планеты. Марс-5 прибыл в феврале 1974 года и успешно вернул 60 снимков на 22 орбиты. Марс-6 приземлился на Красной планете 12 марта и за 224 секунды вернул первые данные об атмосфере Марса, большая часть которых, к сожалению, не читаема из-за неисправностей компьютерного чипа. Марс-7 должен был посадить зонд на поверхность, но пропустил планету, вместо этого выйдя на орбиту вокруг Солнца. Наши знания о Марсе намного расширились с прибытием двух американских миссий НАСА «Викинг» на Марс в 1976 году. Каждая из них выводила космический корабль на орбиту и отправляла посадочный модуль на поверхность. «Викинг-1» приземлился 20 июля, а «Викинг-2» 3 сентября. Эти две миссии отправили на Землю более 50 тысяч фотографий, включая первые впечатляющие виды с поверхности. Спускаемые аппараты также проводили анализ марсианской атмосферы и почвы. С большим успехом викингов последовало разочарование в 1988 и 1989 годах, когда были потеряны российские зонды Фобос-1 и Фобос-2, первый на пути к планете, а второй, когда он приближался к своему спутнику Фобосу. Затем, в 1992 году, незадолго до того, как он достиг планеты, был потерян контакт с американским зондом Mars Observer. Mars Global Surveyor добился большего успеха. Прибыл в сентябре 1997 года, чтобы начать комплексную программу по нанесению на карту Марса. С него открывались захватывающие виды, в том числе на вулкан Олимп. Он успешно работал до ноября 2006 года, после контакт с ним был потерян. В ноябре 1996 года Россия потерпела неудачу, когда вскоре после запуска Mars 96 вышел из строя. Основная ракета упала в Тихий океан, а сам зонд упал между Чили и Боливией. Еще одним ошеломляющим успехом США стала относительно недорогая миссия Mars Pathfinder. Зонд использовал подушки безопасности, чтобы приземлиться в день независимости 4 июля 1997 года. Затем он отправил небольшой робот-вездеход под названием SoJunior, чтобы исследовать близлежащие объекты. Японский зонд Нодзоми, планета Б, был запущен в июле 1998 года для встречи с Марсом в октябре 1999 года. Более продолжительное, чем обычно время полета из-за сложного маршрута и из-за использования пролетающих мимо Луны и Земли для набора скорости. Все пошло не по плану и зонд был перенаправлен на Марс в конце декабря 2003 года, но он так и не смог добраться туда. После больших успехов США испытали неудачу, потеряв два зонда. Марс Климат Арбитр, запущенный в декабре 1998 года, был уничтожен в атмосфере Марса в сентябре 1999 года после того, как на корабль были отправлены радиокоманды в имперских, а не метрических единицах измерения. Сопутствующий зонд Марс Поларлендер также был потерян и разбился на планете в декабре 1999 года. Также был потерян контакт с двумя зондами Deep Spice 2, которые были разобраны, чтобы вырваться из посадочного модуля и врезаться в поверхность Марса. За этими неудачами последовал другой крупный успех США миссия Mars Odyssey, которая достигла Марса в октябре 2001 года и все еще изучает планету. В 2003 году на Марс была отправлена целая флотилия космических кораблей из Европы, Японии и США. НАСА запустило два корабля Spirit и Opportunity в рамках миссии Mars Exploration Rover. Spirit был запущен с мыса Канаверал 10 июня 2003 года, а Opportunity 7 июля. Среди их основной цели было изучение скал и поиски признаков воды. В январе два робота-вездехода приземлились в разных регионах Марса, чтобы путешествовать и исследовать местность. Spirit упал в кратере Гусево шириной 150 километров в долине Мадим-Валис 4 января 2004 года. Он вернул впечатляющее изображение. Прежде чем 21 января обнаружился компьютерный сбой, НАСА решило проблему, вызванную перегрузкой данных. Opportunity приземлился 25 января в районе Меридиани-Платинум, попав в кратер диаметром 20 метров 66 футов, недалеко от другого более крупного кратера. Первоначальные миссии двух марсоходов были рассчитаны на 90 дней, но они значительно превысили этот срок и продолжали работать более трех лет спустя. Opportunity продолжила исследование в 2007 году, несмотря на то, что вылечила сломанную роботизированную руку. Spirit в кратере Гусево продолжал работать со сломанным правым передним колесом, которое ему пришлось тащить по марсианской поверхности. Этот провал на самом деле помог сделать одно из величайших открытий. Spirit еще одно доказательство того, что когда-то планета была очень влажным местом. В конце 2007 года надежные вездеходы показали, что им удалось пережить одну из марсианских пылевых бурь. Европейская миссия «Марс Экспресс» была запущена на борту ракетоносителя «Союз Фрегат» 2 июня 2003 года с космодрома Байконур в России. Он прибыл на Марс 26 декабря и успешно вышел на орбиту вокруг Марса, чтобы просканировать планету в поисках информации об атмосфере, структуре и геологии. За несколько дней до своего прибытия в декабре 2003 года «Экспресс» выбросил за борт британский спускаемый аппарат под названием «Бигл-2». Этот марсоход, построенный и управляемый открытым университетом, был назван в честь первого «Бигля» корабля, на котором Чарльз Дарвин находился с миссией по использованию неизведанных областей Земли в 1831 году. Он был предназначен для поиска доказательств наличия воды и жизни. Первый сигнал, полученный от зонда, был через несколько часов после его приземления. Были, конечно же, опасения, что он разбился. Однако в январе 2015 года выяснилось, что камера «Харайс» на борту марсианского разведывательного орбитального аппарата НАСА обнаружила его место посадки и сфотографировала «Бигль-2». Зонд, казалось, приземлился благополучно, но развернулся лишь частично. Другой зонд, который должен был прибыть на Марс, это японский зонд «Нозами», планета «Б», был запущен в июле 1998 года. Он должен был достигнуть Марса в конце декабря 2003 года, но потерпел неудачу из-за поломки бортового оборудования. В марте 2006 года прибыл новый зонд НАСА «Марс-реконайзер-орбитр» с самой мощной камерой, когда-либо отправлявшейся в другой мир. Он может записывать объекты размером с обеденную тарелку и записывать изображения предыдущих зондов Марса на поверхности, включая два марсохода «Спирит» и «Оппортюнити». На фотографиях с высоким разрешением места посадки, опубликованные в начале 2007 года, никаких следов «Бигля-2» не было, но зонд был обнаружен позже, об этом открытии было объявлено в 2015 году. В августе 2007 года, другой космический корабль НАСА «Поэнекс Марслендер» стартовал, чтобы начать поиски жизни на Марсе. Он благополучно приземлился в мае 2008 года и вскоре начал закапываться в ледяную почву Красной планеты, в поисках доказательств того, что планета могла когда-либо поддерживать инопланетную жизнь. Зонд, который отправил данные за пять месяцев, прежде чем замерзнуть, дал нам наши первые фотографии водяного льда на Марсе крупным планом. Следующая миссия НАСА «Красной планеты» – это целая марсианская научная лаборатория. Была она запущена в ноябре 2011 года, также известной как Curiosity. Он совершил впечатляющую и безопасную посадку, будучи спущенным небесным краном на поверхность кратера Гейла, 5 августа 2012 года. Он нашел доказательства того, что это место было древним дном озера. Российский зонд Фобус Грунт и первый китайский марсианский зонд Инхуа-1 были запущены вместе с Байконура в том же месяце, что и Curiosity, но застряли на околоземной орбите, прежде чем рухнуть обратно в атмосферу. В 2014 году еще два орбитальных аппарата присоединились к тем, которые уже вращаются вокруг Марса. Мавен, сокращение от Марса атмосферы, прибыл в сентябре всего за пару дней до первого индийского планетарного зонда космического корабля «Марс Арбитр» миссии МОМ, который также известен как «Монгальян». Миссия европейского орбитального аппарата и посадочного модуля на Марс в 2017 году в рамках программы «Экзомарс ЭКО» имела неоднозначный успех. Его орбитальный аппарат «Трайс Газ Арбитр» начал облет Марса, как и планировалось в октябре 2017 года, чтобы начать изучение атмосферы. Но спутник, спускаемый аппарат, с Киапарелли разбился. Космический корабль был тестовым запуском марсохода, который будет отправлен на Марс в 2020 году. Инженеры надеются извлечь уроки из этой ошибки. Миссия NASA INSING была запущена 5 мая 2018 года и успешно приземлилась 26 ноября, чтобы пробурить марсианскую поверхность, обнаружить землетрясение и узнать больше о внутренней части планеты. Новая миссия NASA с марсоходом «Персеверанс» была запущена 30 июля 2020 года из космического центра «Кеннеди» с похожим на Curiosity дизайном, но с новыми продвинутыми экспериментами. «Персеверанс» будет нести первый вертолет, который будет работать в другом мире. Он успешно приземлился в бывшем древнем озере, называемом кратером Изера, 18 февраля 2021 года. Первая миссия Объединенных Арабских Эмиратов на Марс была запущена 19 июля 2020 года из космического центра Танигасима, Япония. Космический корабль под названием «Надежда» успешно вышел на орбиту Марса в феврале 2021 года для изучения погоды и климата Марса. Еще одна миссия «Тайвэнь-1» была запущена Национальным космическим управлением Китая 23 июля 2020 года из Венчана, провинции Хайнань. Миссия включает посадочный модуль, на котором установлен марсоход и орбитальный аппарат. Миссия вышла на орбиту 10 февраля 2021 года. 15 мая 2021 года спускаемый аппарат успешно приземлился на обширной равнине под названием «Утопия» в северном полушарии Марса, используя парашют и ракетную платформу. На борту посадочного модуля находился марсоход под названием «Чужеронг», названный в честь Бога Огня, который напоминал ранние марсоходы НАСА «Спирит» и «Оппортюнити». Интересно, какими своими дальнейшими успехами космические агентства мира порадуют нас будущим? Ведь мир не стоит на месте и технический прогресс должен двигать всегда человечество только вперед. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.